Ну что, всем привет! Мы в очередной раз пытаемся приступить к теме настройки сети, на этот раз с другого конца. Мне показалось, что мои рассуждения относительно общей структуры сетевых протоколов были слишком общие. Ничего не могу с собой поделать, ну вот когда они были. Ничего не могу с собой поделать, особенно мне эта тема общих рассуждений относительно сетевых протоколов нравится. Тем более, что по большей части я знаю людей в количестве, которые в общем себе этого вообще не представляют. И поэтому о сетях у них удивительное совершенно мнение. Но я сейчас про другое. Я сейчас про то, что на самом деле, конечно, все это знание никак не влияет на конкретную настройку сети в конкретных операционных системах. Потому что мы привыкли нажимать всякие кнопочки по умолчанию, использовать какие-то волшебные настройщики, которые сами все делают. И вот это вот все. Ну ладно. И, значит, вот чтобы это дело немножко подвинуть, давайте ознакомимся с некоторым низкоуровневым интерфейсом того, что происходит в системе Linux. И, может быть, даже чуть-чуть такое поднастроим себе. Значит, запустим нашу виртуалочку. Я ее сбросил на предыдущие значения и не успел настроить интерфейс. Извините, будет опять картинка та, которая была. Ну, что поделаешь. Вот. Запустим нашу виртуалочку. Вот. Да. Значит, смотрите. У нас загружена операционная система, которая нами установлена из коробки. Тем самым способом там настроена сеть. А именно саму. Значит, обращаю ваше внимание, что даже есть специальный виджет, вот он, в котором есть какое-то волшебное проводное соединение, один, самонастроившийся. Вот. Ну, в общем, мы имеем дело как раз с той ситуацией, что мы можем даже себе представлять немножко то, как устроена сеть. Но, на самом деле, руками ее не трогать и соглашаться. Я знаю, что есть обновление. И соглашаться с... Вот. Во. Значит, давайте посмотрим ширину. 24. Ну, можно и вот так. Вот. Для настройки сети, как и для многого других настроек всей операционной системы, нам, как обычно, понадобятся права суперпользователей. Не забывайте, что после того, как я установил вот этот раскрашиватель, что если у нас зелененькая подсказочка, а здесь у нас, значит, соответственно, доллар, то это обычный пользователь. А если красненькая, а здесь решеточка, то суперпользователь. Кое-какие команды, которые я сейчас введу, доступны в режиме обычного пользователя, разумеется. Ну, вот. Для начала посмотрим, какова, в принципе, ситуация с настройкой сети в нашей свежеразвернутой машине. То есть, начнем с, как бы, низа. Коматочка IP. Это универсальная команда для очень большого количества всяких настроек. Вот. Ну, если честно, addr, мы это уже делали, но мы сегодня попробуем ручную что-нибудь поменять. Вот, значит, командачка ipaddr нам показывает, что у нас есть два сетевых интерфейса. Это loopback и etash0. Они так называются. Вот. Помнится, мы даже на прошлой, что ли, лекции выключали переименователь интерфейсов, и он сам переименовался в какое-то другое название. Ну, в данном случае нет. Вот. Значит, эти оба сетевых интерфейса работают. Видите, слово app. У каждого из них есть IP-адрес присвоенный. Причем, как я понимаю, и IPv4, и IPv6. Вот. Вот это IPv6 нотация. Там пропущены нули, там очень много этих нулей. Вот. Это IPv6 нотация некоторого адреса, который получен, сгенерен, вернее, ватс, это линк. Вот. Сгенерен из MAC-адреса и еще чего-то. Не вижу здесь MAC-адреса. Значит, не из MAC-адреса. Ну, короче, некоторый адрес, который IPv6, а это некоторый адрес IPv4. Поскольку IPv4 я немножко лучше умею быстро, то рассказывать буду про IPv4. Вот. Кто-то, практически не мы, настроил оба сетевых интерфейса при включении компьютера и даже присвоил ему какой-то сетевой адрес. В данном случае 10.2.2.15. Вот. Этот кто-то воспользовался простым интерфейсом настройки сети, ну, программным интерфейсом настройки сети, для которого, как обычно в Linux есть еще и командный интерфейс настройки сети, который является, в смысле, делается с помощью того же, той же, той же утилиты IPv4. И с тем же параметром адреса. Если мы скажем IPadver.add добавить, сейчас скажу, что добавить, к устройству деветаж 0, адрес, ну, скажем, 192.168.123.24. Чего? А, 1.2.3. 1.2. Даже 24. Вот. Такая команда будет означать буквально следующее, что у нас на интерфейсе ITH0 появится второй, еще один сетевой адрес. 192.168.1.2. Маска под сети будет 24 бита, то есть 8 битов на адрес, последняя цифра, и 24 бита на сеть первые три цифра, ну, числа, первые три числа. Вот. Ну, и команда IPA нам отлично покажет вот этот второй адрес. Теперь наш компьютер, будя к нему совершиться подключение по IP-адресу вот этому, будет отвечать на такие запросы. Ну, например, можно самих себя подпингить. Пинг вот эту фигню сказать. Вот. И она будет работать. Шмяк. 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 Такие дела. Но это мы пальцами сделали. Тут, кстати, видите, явно не указан так называемый широковещательный адрес, который нужно еще было объявить. Ну, да ладно. Но, разумеется, такая настройка после перезагрузки не сохранится, потому что мы это сделали руками. К сожалению, если бы... Вот, кстати, наверное, я могу показать где-нибудь... Ну, хорошо, будет время, покажу. Когда мы будем говорить про подсистемы сетевой настройки, вот тогда мы будем говорить про какую-то перезистентную настройку. Пока что все само. Кто... Все временное. Кто вообще настроил наш сетевой интерфейс при включении? Мне это интересный вопрос. Наличие вот этого виджета, который называется Applet Network Manager позволяет нам думать, что этим занимается не тот менеджер. Давайте посмотрим. System.ktl Status Network Manager Он почему-то называется с двух больших букв. Вот, пожалуйста, да, есть такой Network Manager. И он действительно настроил... Настроил нашу сеть... Наш этот самый... Интерфейс этаж ноль. Это был он. Вот он ее назвал проводное соединение. Вот это все. Окей. Значит, раз уж это был он, давайте посмотрим, что будет, если я скажу System.ktl Стоп этот самый Network Manager. Обратите внимание, что в левом углу пометилась крестиком иконка Applet в знак того, что Network Manager недоступен. Но, понятное дело, что, поскольку я сказал Stop Network Manager, но не сказал разорвать соединение, все настройки сохранились и даже, я так подозреваю, будет работать, ну, допустим, вот у нас есть наш адрес 2.15, а у нас есть соседняя машина с адресом 10.0.2.2. Это наш маршрутизатор. Вот если его попинкать, она даже будет работать. Видите? Мы послали пакет, мы получили пакет. Вот. И будут сохранены настройки настройки сети. Давайте мы обратно запустим этот самый Network Manager и попробуем разорвать соединение. Обратите внимание, что вот эти термины разорвать соединение, установить соединение, это какая-то синтетическая, синтетическая, упрощенная модель для обычного пользователя. В действительности никакого установки соединения с интернетом и разорвания соединения с интернетом не существует, а существуют просто сетевые настройки соответствующих интерфейсов, маршрутизации, вот то, что мы сейчас видим, и DNS еще. Вот. Собственно, вот в былые времена, когда, значит, был Dialab, ты покупал у провайдера интернет, и там прямо на этой самой карточке оплаты Dialab был написан, какой IP-адрес маршрутизатора, какой IP-адрес DNS сервера, вот, и, ну, вот такие вот вещи, да, то есть, тогда было проще объяснить, почему понятие подключения к интернету это такая синтетическая сущность, написанная на карточке Dialab. Сейчас несколько сложнее, но не важно. Так, давайте мы его запустим обратно. Вот. И давайте это соединение попробуем прервать. Я не уверен, что у нас получится. Я сказал выключить поддержку сети. Да. О, смотрите, какая волшебная штука. Я сказал Аплету, значит, отключить поддержку сети. Аплет скомандовал нетворк-менеджеру, попросил, вернее, нетворк-менеджер, потому что не всякий имеет право командовать нетворк-менеджером. Дорогой нетворк-менеджер, мне тут сеть не нужна. И нетворк-менеджер эту самую сеть взял и качественно положил. То есть сделал за нас все те настройки, которые до этого за нас же и сделали. Вот теперь попробуем настроить эту сеть вручную. Давайте посмотрим, что таблицу маршрутизации он тоже нам почистил. Девственно чистая таблица маршрутизации. у нас сейчас интернетов никаких нет. Вот. И кстати, вот такая вот штука тоже работать не будет, причем работать не будет злобным путем, со словами, у вас вообще никаких интернетов нету, кроме, обратите внимание, кроме интерфейса лукбэк, в котором интернет есть. Ну как интернет? Интернет-протокол можно гонять. То есть если вы даже отключены от какого-то всего интернета, вы можете устанавливать соединение с самим собой, пингать самого себя, пускать сервисы сетевые на этом адресе 127.0.0.1 и все остальное. Лукбэк нужен ровно для этого. Так, давайте восстановим настройки, которые были. Во-первых, у нас был адрес вот такой. Окей. IP-линк сначала, надо сказать, линк сет дев еташ 0 ап. Я не ошибся, именно в этом порядке. Что я сделал? IP-адр это управление сетевым стеком на уровне третьем, на уровне сетевого этого самого уровня стека протоколов. А IP-линк это управление конкретными внешними сетевыми карточками на уровне интерфейсного, то есть на уровне 2. Link Level 2 то, что называется. Вот я сейчас сказал нашей карточке, что она ап. Вот она была не ап, а теперь она ап. Правда, на ней нет никаких IP-адресов версии 4, зато сразу появился IP-адрес версии 6, потому что IP-адрес версии 6, видите, какого он размера? Он немыслимого размера, в отличие от IP-адресов версии 4, которых уже не хватает и кажется, они уже все кончились. IP-адреса версии 6, их так много, что любому пользователю выдается сразу собственный IP-адрес, который по идее должен генериться из MAC-адреса карточки еще чего-нибудь. Кстати, вот MAC-адрес, обратите внимание, он совпадает. Вот до определенного места он совпадает. 2,7 А, нет, смотрите, F7, 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 F8, 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 F8B, F8B есть, F8B не знаю, нету. Ну, короче, каким-то образом перемешиваются короче, биты MAC-адреса и вот таким образом они, значит, формируются из них этот адрес. Этот адрес имеет название LinkLocal, вот, обратите внимание, что нам доступна сразу подсеть на 64 бита, вот, ну, потому что много адресов IPv6, но работать ничего не будет, потому что IPv6 я не настроил. Надо настроить IPv4. Окей, IP ADR, ну, или просто A, давайте лучше ADR, можно даже ADRESS, ADRESS, DEV ETH 0, обратите внимание, на автомате жму TAB и мне подостраивается имя интерфейс. Что там? Ну, вот, то, что мы хотели скопипастить из старой настройки. 10.0, нет, что я не шую, вот, 10.0.2.15 slash 24. тем самым мы навешиваем на наш сетевой интерфейс IP-адрес и, внимательно, внимание, скорее всего, у нас появляется таблица, да, у нас появляется запись относительно того, что за интерфейсом по имени ETH 0, у нас располагается сеть с битовой маской 24, slash 24 бита network mask, которая будет иметь адрес, соответственно, 10.0.2, ну, и 0, потому что оставшийся байтик это номер хоста, и когда мы будем посылать в нее пакеты, они будут иметь адрес отправителя 10.0.2.15, как мы, собственно, не сказать. То есть, если в этом, в этом, в этой подсети есть какой-то еще, значит, абонент, то он должен отзываться, теперь он должен отзываться на наши пинги. Вот, вот он отзывается на наши пинги, да, значит, у нас есть абонент, который, по сути, является маршрутизатором, и он, значит, теперь его можно пинковать. Никакого интернета, прошу заметить, как не было, так и нету. Вот, ну, давайте я на вскидку какой-нибудь IP-адрес вспомню, ping 152, о, забыл уже. Давайте мы где-нибудь в свободном мире запустим этот самый хост, хост, я.ру. Напоминаю, что DNS у нас не работает от слова совсем, ну, вот давайте вот это попробуем скоперпастить, только не это, а, что там, э, пинк 87, 250, 250, 242. Ну, кстати, 888 тоже хорошая идея, спасибо за напоминание, еще есть 1111, 1111, да, но он все равно говорит, не только анрич был, что бы мы не захотели пинкнуть, вот, да, спасибо за, 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 за подсказку, действительно, можно было это, вот, почему не только за ринч был, потому что в нашей таблице маршрутизации, вспоминаем о разговоре про маршрутизацию, написано, существует только одна сеть, в этой сети есть абоненты с адресом 1002, что-то там, а никаких других сетей про них не знаю, поскольку я знаю, что 1002.2 это наш маршрутизатор, я могу добавить его в таблицу маршрутизации вот таким вот образом, вот, что это означает, это означает, что мы, там, ну, вы помните, как устроена таблица маршрутизации, да, классическая, у нас есть много записей вида, такая-то подсеть такого-то размера за таким-то интерфейсом, вот, чем больше подсеть и меньше адрес компьютера в ней, тем точнее эта информация и приоритетнее проверка, вот, мы берем, начинаем с вообще адресов типа host-host, да, там вот, чтобы кинуть пакет этому хосту, пожалуйста, кидай вот тому шутизатору, а заканчиваем сетью, у которой длина сетевой маски вообще ноль, вот, фактически вот это она и есть, вот, дефолт это и есть, ну, неважно, я забыл, как это сделать, но дефолт это действительно сеть, у которой написано слэш ноль, то есть любой адрес является адресом хоста, то есть никакой строгости по выбору нету и, собственно, если мы не можем по списку наших подсетей, к которым мы подключены непосредственно, определить, кому предназначается пакет, он уходит вот в этот самый дефолт. Давайте проверим наш пинг. Та-дам! Пинг работает? Очень хорошо. Что еще не работает? Не работает DNS. С DNS ситуация следующая. Я сейчас покажу классическую настройку DNS-сервиса, но в последнее время их много разных всяких. Бывает не только то, о чем я сейчас говорю. Значит, классическая настройка следующая. В Linux-системах и в большинстве у них систем в файле etc-result.conf вот указано кто. Оу, а у нас что? Сейчас, секундочку. А, хотя без разницы. Указано адрес name-сервера. Кстати, какой он был, я не знаю. НЛАП у нас стоит? Не стоит. Нет, кат. Стоит. 10, 0, 2, 2, порт, 53, что ли? Минус у. Что, нет? Может 2, 1? Слушайте, а 2, 1 у нас пингается? 10, 0, 2, 1. Не пингается. Жалко. Я забыл, кто у нас DNS-сервер. Ну, давайте попитаем счастье, в конце концов, не получится. Расскажу еще про одну штуку и проверим. Значит, 10, 0, 2, 2. Не отвечает нам 10, 0, 2, 2. Сейчас нам скажут, что коннекшен тайм-аут. Эх, кажется, придется делать, воспользоваться ленивым способом, я хотел не ленивый. Короче, ленивый способ стоит в следующем. Давайте включим Network Manager и пусть он нам сам настроит сеть, а мы посмотрим, у кого он это взял. Вернее, что там было. шмяк. Во-первых, давайте посмотрим, что у нас там с IP-адресами. Все хорошо с IP-адресами. Обратите внимание, что это не наши настройки, мы опять не задали Broadcast, когда он был, это Network Manager менеджерские настройки. Видите? Вот. Что еще? Тут все точно так же. Опять же, обратите внимание, что это не наши с вами настройки, мы не указывали метрику по умолчанию. Это вот была наша настройка, а это не Твордменеджерская настройка. Видите слово метрик? Что такое метрик? Когда у нас есть несколько записей, под которые подходят одинакового приоритета, под которые подходит адрес, к которому мы собираемся послать пакет, ну, то есть, грубо говоря, если мы выбираем из нескольких маршрутизаторов одинакового приоритета, то вот эта метрика как раз означает приоритет. Это, так сказать, стоимость трафика, выберется кажется меньше. Ну, вот. Давайте посмотрим resolve-код. Зараза. На им сервер 127.001. Это значит, что? Это значит, что у нас запущен на им сервер. Давайте посмотрим, кстати. Вот он. Давайте ЛТП скажем. У нас на локальной машине запущен на им сервер. Он называется DNS-маск. Вот на 53-м порту слово домен назначает 53-й порт. Давайте я напишу, что он... Вот. Вот. На 53-м порту у нас слушает свой локальный кэширующий на им сервер, который ничего не делает, никому никаких расстроек не раздает. Просто мы, когда ходим к DNS-у внезапно, он внезапно ходит не к нашему DNS-у, а вот к нему. Вот. Ну пускай ходит. Вот это классическое место, куда надо было вписывать DNS, мы сейчас его впишем. Давайте посмотрим тогда, где лежат настройки этого DNS-маска. Ну тут, я думаю, не будет ничего написано. Да, это все комментарии. А вот тут, я думаю, будет. О, вот он. Только там пусто. Да что ж такое, оно работает. Хорошо. А, во. Вот. Неймсервер почему-то 101. Ну пускай будет стоить. А, слушайте, это мой собственный неймсервер. Все очень просто. Это неймсервер моей локальной сети. О, боже. Какой же я глупый. Ну вот. Зато нам открылась, смотрите, какая штука. Нам открылась две вещи. Что, во-первых, вот этот DNS-маск запущенный явно запущен по результатам настройки сети. Что есть некий специальный файл resolveconf.dns-маск и что он генерат. То есть, вот этот файл каждый раз, когда меняются сетевые настройки, он перегенерируется и наш локальный неймсервер для того, чтобы работать с удаленным, он начинает работать с тем удаленным сервером, который в этих настройках указан. Ну окей, давайте восстановим это. Значит, давайте сделаем так. давайте мы опять что-то выключим. Сыдыщ. Во-первых, посмотрим, чтобы он был up. Во-вторых, добавим run. А, во-вторых, добавим в него адрес. Адрес. В-третьих, добавим в него маршрут по умолчанию. И теперь мы знаем, что писать в ETC-resolve-conf, потому что это просто мой DNS-сервер в моей локальной сети. Yes. Все работает. Обратите внимание, что я сейчас не пользуюсь услугами этого самого DNS-маска, хотя он даже работает. Он даже работает, только непонятно, что там написано. Написано, что нет у него DNS-сервера. То есть, если бы я пользовался его услугой, ничего бы сейчас не работает. Мы могли туда вписать это самое, мы могли оставить в Resolve-Con 127.0.0.1, а вписать эту настройку вот в этот файл генерат. И было бы то же самое. Мы бы только ходили к локальному DNS-серверу, а DNS-сервер уже... Вот. Кстати сказать, слово 8-8-8-8-8 можно было вписать всегда. Это такой лайфхак. Этот штук всегда можно вписывать в Resolve-Con потому что это собственно и есть гугловый быстрый DNS-сервер. Да, есть еще Яндекс.ДНС, только я его не знаю. Вот. И еще один-один-один-один. Это, по-моему, CloudFlare-овский быстрый DNS-сервер. Вот. host я.ru Вот. Обратите внимание, а, тут не написано, а dig у нас стоит. Стоит dig. Отлично. dig.ru Есть такой комплект утилит по исследованию DNS-сервера. Он называется dig. И вот тут нам прям написано, куда мы сходили. мы хотели получить адрес я.ru Нам ответили, что это in.a вот его IP-адрес и ответил нам сервер вот такой. Соответственно, если мы сейчас поменяем здесь на 197.01 192 168 101 по-моему, так. Вот. Ну и, наконец, если мы здесь поменяем на 127.001 как-то было, да, то нам придется вот этот генерат еще поредактировать. DNS-масковский. Вот. И тут вписать, скажем, 8888. Ну-ка. О! Смотрите, все как круто. Значит, DNS-маск, мы сходили к локальному, локальный сходил туда, куда мы сказали, все заработало. Вот такие вот пироги. И это к вопросу о ручной настройке простейших вещей в интернете, в смысле, связанных с интернетом, DNS, значит, этот самый маршрутизатор. Вот. И ваш IP-адрес. Ну, точнее, наоборот, ваш IP-адрес, маршрутизатор, DNS. Давайте мы сейчас сделаем паузу и попробуем настроить более осмысленную сеть, какую-нибудь интересную, а не только сделать то, что сейчас за нас делает NetworkMem. Я сейчас компьютер выключу. Вот. И добавлю еще одну сетевую карту к нему. Заодно довольно интересный кейс, почему вообще такие штуки, как VirtualBox или NetworkManager, этот самый, господи, LibWirt, который KVM использует, а не VirtualBox, почему вообще эксперименты на всяких сетевых технологиях удобны в такого рода средах. Смотрите, лезем вот сюда. Сейчас к нашей машине присоединен один сетевой интерфейс, тип подключения у него NAT. Напоминаю, что тип подключения NAT это такой способ работы виртуальной машины, когда наверно это стоит сейчас проговорить. Подключение NAT это такой способ работы виртуальной машины, когда делается вид, будто у вас помимо собственно вашей виртуалки, которую вы запустили, есть еще какой-то несуществующий в действительности мушуртизатор, который перенаправляет ваши адреса из вот этой вот сети, где были адреса там 1002 во внешнюю сеть, которую мы видели 192.68.100. При этом на самом деле ничего такого нет. Это все делается средствами программной начинки виртулбокса. И самое главное, что никаких настоящих интерфейсов при этом тоже нет. Это все внутри виртуальной машины. А ваша хост-система, вот моя машина, с которой я сейчас вещаю, она просто думает, что программа по имени виртулбокс входит куда-то в интернет. И это весь результат работы вот такой сети. Почему это NAT? мы, я надеюсь, успеем сегодня на этот счет поговорить, я покажу пальчиком. Что мы делаем? Включаем еще один сетевой адаптер. Говорим, что он подсоединен в внутреннюю сеть. Внутреннюю сеть, назовем ее int, нет, intnet похоже на интернет, internal. Внутренняя сеть по имени внутренняя. вот, тут неинтересно. Теперь у нас две сети, значит, внешняя и внутренняя. окей. Я вот думаю, что если внутренняя сеть, надо, наверное, сделать еще одну виртуальную машинку. Давайте сделаем еще одну виртуальную машинку. клонируем ее. Говорим генерировать новые MAC-адреса, чтобы, не дай бог, у нас две машины с одинаковым MAC-адресом не получились. Вот. Делаем пункт связанное клонирование, потому что полное клонирование это полное копирование одного в другое, это долго очень. вот. И у нас теперь есть две машины. Давайте мы передвинем сюда. Simple Linux и клон. Давайте сразу уберем оттуда внешнюю сеть, вот эту, и оставим только одну, или даже не так, мы вот эту уберем, а эту переделаем вовнутрь. Почему она только internal? А, потому что она internal. Вот. Значит, вот эта машина, в отличие от клона, будет отличаться тем, будет отличаться от клона тем, что у нее вообще не будет выхода во внешнюю сеть. Она будет связана только с машиной Simple Linux. Они обе с помощью сетевого адаптера подключены к некоторой внутренней сети под названием internal. для начала стартуем нашу машину исходную. Вот. У нее теперь два сетевых интерфейса. Я очень надеюсь, что никакие роботы не захватят второй, и мы его сможем настроить руками совсем-совсем руками. Я очень на это надеюсь. зараза нитворк-менеджер пытается настроить второй интерфейс. Не настраивай, нет там ничего. Уймись. нету. Вот. Значит, что я сделал? Я отключил вот это второе проводное соединение, потому что оно не нужно. Его можно там, ну, короче, отключить. Та-дам! У нас появилась вторая сетевая карта, которой нетворк-менеджер не занимается вообще. Прекрасно. Давайте мы ее настроим руками. IP ADD 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 DEV ETH1 ее нам переименовал переименовальщик 192 ну, скажем, ну, давайте 192 168 111 slash 24 Обратите внимание, что нетворк-менеджер на это отреагировал тем, что ой, у вас тут интерфейс заработал. Заработал, заработал, остынь, не пасть. Вот у нас появилось два сетевых интерфейса. Уйди. за одним лежит сеть 1002 за другим лежит сеть 192 68 11 вот, ну и маршрут поумолчаем. Запускаем клон. Чего тебе не нравится? Заря компорт сделал, да, ну ладно, он не нужен. Вот, запускаем клон. С клоном будет ситуация следующая. У него сейчас сеть будет голая и не настроена, нетворк-менеджер будет туда долбиться со словами «настройте мне меня», но, разумеется, ничего не достигнет. И сейчас мы настроим сеть здесь руками, точно так же, как мы ее настраивали на этой машине с одним интересным дополнением. Да он не мешает, смотрите, я же сказал, чтобы он не трогал мой второй интерфейс, пускай он болтается. Он удобный тем, что давайте мы для того, чтобы не путаться, поменяем бэкграунд на этой машине, значит, там у нас ночь, а здесь должен быть какой-нибудь день. Вот. Вот он, видите, пытается что-то настроить, но у него ничего не получится, потому что сеть, он автоматическая настройка сети выключена. Вот. Какой день? Какой день? Где у нас день? День. Вот. Вот день. Вот. И мы сейчас попробуем настроить сеть. У нас это до конца не получится. Так, значит, нитворк-менеджер попытался настроить нам интерфейс ETH1. Обратите внимание, что он называется ETH1. Это из автоматической переименовалки. Она запомнила, что MAC-адрес такой-то должен называться ETH1. Вот. Ну, короче, вот. Хорошо. Значит, давайте сравним, какие у нас тут адреса. 11.1? Ну, пускай здесь будет 11.2. 192.168.11.2. Слэш 24. Точку забыл. Вот. ETH1, я сказал. Отвали. Действительно, может быть, его стоит придушить. Давайте мы его придушим. Умри. Вот. Значит, чё? А, да. Вот. Всё на месте. Вот он включился. Только ему ап, надо сказать. EP link dev ETH1 ап. Э, setup. Чё не так? Во. Во. Опилинг сет. DEV ETH1. А. Во. Совсем хорошо. Сейчас у нас, по моим прогнозам, даже должен заработать пинг в 192.1. ль-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Один. Тадам! Он работает. Мы даже можем туда зайти по СССХ. Не можем. Потому что там СССХ выключен. System.ktl Stats.shd Enable Enable Enable.shd Да? Вот. Вот мы сейчас туда зайдем. Это yes, yes. Ну вот. Они, правда, все называются одинаковые. Нам стоило хостнейм сменить Вот. Да, сейчас. Давайте, кстати, это сделаем. Это все просто делается. Значит, этот хостнейм встречается где-то просто в настройках в etc. Вот. Нас интересует Наверное, вот это. Вот. И вот в этом месте давайте здесь запишем запишем internal Вот. И скажем хостнейм хостнейм internal Единственное, что после этого перестают обычно работать. Нет. работают. О, смотрите. Да, отлично. Так, точно они работают? Нет, не работают. Надо теперь разлогиниться. К сожалению, так просто это не делается. Но это быстро. Значит, а здесь, соответственно... Ну, конечно, конечно, можно сделать волну, но мы сейчас все сделаем по-человечески. sysconfig Нетвор, что ли? Да. А здесь напишем хостнейм main Да. Единственная проблема состоит в том, что теперь у нас, поскольку поменялся хостнейм, у нас внезапно перестают работать графические программы. То есть они не авторизуются на этой машине, на этом сервере, потому что у него им поменялось. Поэтому надо выйти и войти. И здесь тоже надо выйти и войти. Как видите, даже размер экрана поменялся из-за того, что мы поменяли хостнейм, потому что он запомнился, видимо, под старым именем. Это все как раз легко. Вот такой размер экрана у нас больше волнует, в смысле удовлетворяется. Ну и здесь тоже. Сейчас. Ну вот. Теперь у нас есть две машинки. Одна называется internal, другая называется main. и теперь мы одно с другой уже не перепутаем. Сетевые настройки, естественно, никуда не делись. Вот с СССР. Вот эти названия internal и main ни к чему не относятся, на самом деле. Хотя. Нет, ни к чему не относятся. Ну, хорошо. 192, 168, 111. Да? Нет. А сколько? 111. А, 126 написал. Та-дам! Работает. Значит, сеть как TCP IP в данной машине настроена. Но только в рамках локальной сети. Почему так? Ну, давайте вернемся обратно в машину internal и посмотрим, что у нас сейчас с настройками сети. IP-адрес понятен. Маршрута по умолчанию нет. Более того, мы не можем указать тот маршрут по умолчанию, который у нас вот здесь стоит. Потому что у нас, извините, маршрут по умолчанию 10.0.2.2, а на этой машине мы не знаем, где находится 10.0.2.2. Видимо, мы должны указать маршрут по умолчанию маршрутизатором сделать нашу вот эту старую машину. Давайте так и сделаем. IP-road-ад. Default-via-192.168.11.1 Я думаю, что от этого ничего не изменится. Сейчас давайте заодно resolve.conf оправим. Поставим здесь 8.8.8.8. Но работать не будет по двум причинам. Сразу по двум. Причина первая. Смотрите, сейчас попробуем что-нибудь придумать. Такое, чтобы показать, почему не работает. Причина первая состоит в том, что моя машина, которая main, не является маршрутизатором. От слова совсем. То есть, на нее приходит пакет. Если он не ей, она говорит, это не мне. И на этом заканчивает свою обработку сетевого трафика. Нам нужно назначить нашу машину маршрутизатором. Для этого надо включить одну сетевую настройку, которая называется... Называется... Сейчас скажу как. Во-первых, это, естественно, только из-под суперпользователя. Вот. Сейчас скажу. Значит, не путать систем КТЛ. Сис КТЛ – это как раз настройки ядра. Сейчас. Сейчас. Нет. Сейчас я вспомню. Во! Вот эту самую настройку надо включить. Как она включается? Она включается путем СИСКТЛ. Самая равняется 1. Вот теперь наша машина будет передавать... После того, как мы ее назначили маршрутизатором, будет передавать пакеты от вот этой машины дальше. Ну, давайте попробуем... Ну, хотя бы 1.1.1.1. Да? Такой прекрасный адрес. Значит, TCP-DAMP. Не стоит TCP-DAMP. Надо поставить TCP-DAMP. Как же без TCP-DAMP? Сейчас мы увидим буквально следующую картину. Да? Я, как бабка Ванга, продолжаю ванговать. Картину мы увидим следующую. Вот эта машина, которая, интернал, будет пытаться со своим IP-адресом ломиться в интернете. Ее пакеты, наша машина, в которой мы разрешили IP-forwarding, то бишь разрешили ей быть маршрутизатором. Эти пакеты она будет радостно пересылать во внешний интерфейс. И, кажется, после этого все умудет. Давайте попробуем. TCP-DAMP минус и ETH0 на внешнем интерфейсе. Хост 1.1.1.1.1. Что? ETH0, я сказал. Ну, давайте ради интереса посмотрим. Не так. Вот так. Посмотрим, как выглядит пинг с этой же самой машиной. Пинг 1.1.1.1. Вот, смотрите, какая красотень. Да? Значит, я пингу 1.1.1.1. Посылаю ICMP-Request хосту, который называется 1.1.1.1. Вот, получаю от него реплай, посылаю, получаю. Все клево. Теперь делаю то же самое с нашей внутренней машинкой. Давайте мы для интереса сначала посмотрим на внутреннем интерфейсе. На внутреннем интерфейсе хорошо видно, что ETH0 при запросе пришел от 11.2 к 1.1.1.1 через этот интерфейс. Посмотрим, маршрутизирует ли он его. То есть, уходят ли наши запросы, которые вышли от 1.1.1.2 к 1.1.1.1, выходят ли они через внешний интерфейс. Выходят, маршрутизация работает. Внимание, вопрос, почему нам не отвечает 1.1.1 на наши пинги? Вот на эти пинги отвечал, а на эти не отвечает. Правильный ответ, когда он отвечал на наши пинги, это был IP-адрес хоста main. Давайте мы скажем вот минус n и увидим разницу. Минус n, минус i и увидим разницу. Когда он отвечал на наши пинги, это пинги хоста internal. Они уходят с адреса 1.1.2 и не возвращаются. И это пинги с хоста 10.0.2.15. Они уходят и возвращаются. Почему такая разница? Если бы это была машина с настоящими IP-адресами внешними интернетными, я бы сказал, что разница в том, что вообще говоря, на IP-адрес 192.168.11.1 или сколько он там, никто не обязан отвечать. Это адрес из интернет-диапазона. Никто не обязан отвечать на эти пинги. Вообще никто не обязан мушфортизировать эти адреса. Когда у вас адрес с таким диапазоном, из этого диапазона попадает в интернет, его просто выбрасывают. Это в лучшем случае. Ну или не так. Его в худшем случае выбрасывают, а в лучшем сообщают об ошибке, что ты, в общем, не с того IP-адреса идешь. Вот. И все бы было ничего, но проблема в том, что 10.0, ну, адреса, начинающиеся на 10, они тоже из внутреннего диапазона. Но почему-то наши нас их обслуживают. А обслуживают их, потому что вот этот воображаемый маршрутизатор, который у нас 10.0.2.2, этот воображаемый маршрутизатор, помимо всего прочего, содержит еще воображаемый фаервол. То есть, когда наш пакет попадает на маршрутизатор с адресом 10.0.2.2, его внутренний IP-адрес преобразуется внешне в IP-адрес этого маршрутизатора, дальше он идет в интернеты, на этот внешний IP-адрес переходит ответ, дальше фаервол преобразует его обратно во внутренний, и он радостно приходит нам. То есть, в интернетах адреса 10.0.2.15 не существует, а вместо него фигурирует внешний адрес нашего маршрутизатора. Эта технология называется Network Address Translation, отсюда слово NAT в настройках нашего VirtualBox. Вот. К сожалению, времени у нас нет на то, чтобы это все разбирать, но можно разобрать в каком-нибудь отдельном случае, нам бы хорошо знать CPIP. Фишка состоит в том, что это подмена адресов нужно обеспечить. Мы ее не обеспечили, наш внешний маршрутизатор не знает, что адреса типа 192.168.11 надо подменять вот таким же образом, но зато мы можем подменить это сами. Для этого мы должны руками же включить фаервол на нашей Linux-машине. Это достаточно легко. Не буду врать, что я помню это наизусть, поэтому давайте просто погуглим. Вот. Какой бы посвежее примерчик взять, но мне кажется, они все примерно одинаковые. Да. Окей, давайте тогда вот так. Значит, давайте его скопируем, то у меня другое копипасты не работает. И вставим вот здесь вот. Правка вставить. О. Rapidables. Минус Apples Routing. Минус О. Выход. Etage 0. Минус JetMascarad. Что это значит? Здесь написано буквально следующее. Что после всей обработки, после принятия решения, куда маршрутизировать, наш... Да. Я забыл указать номер таблицы. Значит, сейчас я не вдаюсь в подробности того, как управлять как управлять этим самым фаерволом на Linux, потому что это тема отдельного спецкурса, как обычно. Вот. Я забыл указать имя таблицы. Значит, но здесь написано буквально следующее, что в тот момент, когда в фаерволе происходит NAT, сетевая трансляция адресу, там есть отдельные таблицы для этого, в тот момент, когда это все уже выходит из внешнего интерфейса, после того, как принято решение о маршрутизации, то есть все в самом конце, использовать технологию маскарад. Технология маскарад состоит в том, чтобы все пакеты, которые не исходят от нас, превращать в пакеты, которые исходят от нас. После чего они смело убегают в интернеты с нашим IP-адресом, отвечают нам, дальше фаервол их преобразуют обратно. Ну, в общем, такая вот фигня. Вот он. Ну что, барабан и дробь. А, это не здесь. Отлично! У нас работают интернеты. Они работают. У нас даже, думаю, заработает интернет в этой машине. Ну, броузер и все остальное. Вау! Вот. Это произошло. И теперь, кстати, и пинги будут работать. Смотрите, сейчас вот мы себе дам-то запустим. Обратите внимание, что теперь он считает, что пинги эти идут от 10.0.2.15. Давайте запустим T-Cpedum на внутреннем хосте, на внутреннем интерфейсе. На том, который смотрит нам в... А здесь у нас сработал маскарад. То есть, через внешний интерфейс к нам пришел пакет, направленный на хост 10.0.2.15, на нас. Но поскольку мы запомнили, что этот ICMP-пакет на самом деле не наш, он к нам пришел с другим IP-адресом, эта подмена IP-адресов происходит, дальше он маршрутизируется и идет к адресу назначения. Вот такие дела. Значит, собственно, о ручной настройке сети можно больше не рассказывать. Проблема состоит в том, что каждый раз настраивать это вручную можно удавиться просто. Такие штуки. Поэтому существует несколько подсистем настройки сети, про которые я просто скажу в назывательном порядке, потому что времени с ними обращаться у нас нету, во-первых. И, во-вторых, смысла описывать, как с конкретной системой настройки общаться, я сейчас, собственно говоря, не вижу. Нет, в etchost прописывать ничего не нужно, если у вас работает DNS. Зачем? Смотрите, что такое etchost? Это такой DNS для очень бедных, который, собственно, работал раньше, когда не было DNS. Вы просто в файл etchost складывали список всех IP-адресов и всех имен, которые вы знаете. Потом выяснилось, что все IP-адреса и все имена запомнить невозможно, и придумали службу DNS. Вот и все. Так, значит, мы все настроили относительно подсистем сетевых настроек. Мне известно как минимум 4-5. Но на самом деле это все именно что такое изобретение по месту. Давайте начнем с наиболее распространенной на десктоп машинах. Это с того самого Network Manager. Значит, Network Manager это не иконка в правом углу. Мы помним, что Network Manager это такой демон. Вот он. Который оперирует как раз понятиями подключения к. То есть, с точки зрения Network Manager у нас есть два интерфейса, к которому в одном случае соединение подключения установлено. Это с ETH 0. А с ETH 1 оно не установлено. Или точнее мы его сами как-то описали. Вот слово проводное подключение там отсутствует. В принципе, можно попробовать. Нет, настройку PIN, конечно, мы не тронули. У нас лекции непоситивыми технологиями ни разу. Значит, мы, конечно, можем попробовать посмотреть, как все это устроено в самом Network Manager. То есть, поброузить его настройки с помощью вот этого оплета. Как видите, он подглядел, как мы его настраивали. Он даже сам запомнил. Вот, это подключение. Но, как видите, да. Ну, отлично, что он его запомнил. Наверное, мы можем, манипулируя настройками Network Manager, воссоздать то подключение, которое мы сейчас сделали руками. Я, правда, очень не уверен, что есть возможность что-то с фаерволом делать. Думаю, что нету. Думаю, что нету. Да. То есть, настройка при помощи Network Manager отличается от ручной настройки тем, что тут много-много каких-то опций, в которых я путаюсь. А нужной нету. Настроить фаервол я здесь не могу. Вот. Зато могу там настроить дополнительные маршруты, еще чего-то. Могу DNS настроить. Все вот это. Кстати сказать, у Network Manager есть командная строка. Вот. Красивая. Которая позволяет... Которая позволяет управлять... К сожалению, наверное, можно. Я думаю, что он вот в такой форме запомнит и не будет их трогать, когда я сказал, что он не трогает их. Видите? Он... Смотрите, что... Смотрите как. Он... Теперь знает, что есть какая-то настройка под названием ETH1, которую сделал не он. Вот это. Это было сделано не в Network Manager. Ну и, соответственно, эту самую настройку он, видимо, как-то и сохраняет. Что она ручная. Закнись. Вот. Значит, командная утилита NM-CLE довольно долго была, прозябала в таком полуоборочном состоянии, полуоборочном. Полуоборочном. Тьфу. Вот. Но в последнее время в нее начали, так, пару лет, наверное, начали наливать много-много функциональности. И теперь, фактически, вы можете рулить Network Manager с помощью NM-CLE. Там даже можно... Вот так делать. Чё-чё-чё? Едет. А, ну да. Вот. Но, как всякая командная утилита, намазанная вокруг, изначально не предназначена для этого... Не буду это делать. Не предназначенную для этого интерфейса. Она немножко сложноватая. Правда, я видел людей, которые отлично с этим обращаются. Прямо настраивают оттуда. Я даже сам грешным делом иногда так делаю. Когда мне нужно, например... У меня есть настройки Wi-Fi. А настройки Wi-Fi это вообще... Если это делать руками, я даже вот тут не показываю. Ну, правда, не на чем. Но настройки Wi-Fi это вообще очень-очень муторная штука, потому что там бывают разные типы шифрования, какие-то ключи, какой-то сервер, который эти ключи постоянно обменивает. Ну, в общем, вот. И я грешным делом, если мне нужно работать на компьютере, где есть Wi-Fi, но где я не запустил графический интерфейс по разным причинам, Я как раз говорю, NM-Sleach, вот там такой апп. Кстати, давайте попробуем. Con проводное соединение. Проводное соединение 1.0. Да, проводное соединение 1.0. Обратите внимание, что произошло. Мы отключились от интернета. У нас осталось только внутренний интернет, ну, вот эта внутренняя сеть, а внешне она отключилась, потому что мы сказали down. Здесь мы скажем up. Она подключится обратно. Вот. Значит, это что касается Network Manager. Помимо этого, есть отдельный софт, который компаньон к подсистеме SystemD, который называется SystemD NetworkD. Он существенно проще. Он управляется прям конфиг-файлами, которые лежат там в etc, где-то там. Вот. Он позволяет настроить довольно много всяких штук, но, кажется, тоже не позволяет настроить это самое, файлоп. И, наконец, я сказал, что мне их весны примерно 5, да. Наконец, существуют с давних пор поддерживаемые сообществом подсистемы инициализации сети, которые в разных дистрибутивах разные. Ну, например, в этом самом... В Fedora они называются Network Scripts. В Debian там еще что-то. В сообществе Altlinux Team, пожалуй, самая крутая в смысле возможностей и в смысле дизайна статическая система настройки сети, которая называется ETCNet. Собственно, именно в ней, в ETCNet, я подглядел правильный параметр, который включает маршрутизацию. Вот. Времени у нас не осталось совсем. рассказывать про ETCNet, но скажу только про основную структуру. Значит, ETCNet устроен так. Это просто система shell скриптов и кусков конфигурационных файлов техслужб, которые должны быть запущены. То есть... EFACES даже не так. Берем какую-нибудь настройку ETCNet. Вот. Обратите внимание, да? Значит, как устроена эта штука? По имени интерфейса. Вот этаж 0 здесь должно быть написано. Что лежит в файле... Что лежит в файле IPv4-адрес? Адрес. Это фактически команда IPv4-адрес. Что лежит в файле IPv4-road? Фактически содержимое команды IPv4-адрес. Сейчас, давайте еще один пример посмотрим. Они все очень сложные. Ща. Тогда давайте посмотрим пример с файрволом, чтобы показать, что с помощью ETCNet такая штука делается. Ну, вот офис нет какой-то, да? Вау, это какая-то сложная. Ну, ладно, сложная так сложная. Ох, мамы нет. Сейчас. Может быть, это попроще. Ну, вот. Значит, вот у нас есть какая-то настройка сети, у которой есть два интерфейса SAT и CICLAM. Вот. Какие-то. Интерфейс SAT это, по-моему, спутниковый. Вот. Да. Это спутниковый модем. У него есть адрес только, вот, пожалуйста, IPv4-адрес. Это параметры настройки службы, которые на нем запускаются. И так дальше. Да, есть простой способ, но сейчас я уже не смогу на него ответить. Самый простой способ – проброс нужного порта с помощью ССХ наружу. Вот. Хотите, в начале следующей лекции расскажу. Давайте я расскажу просто про это ценет, чтобы вы поняли суть. Обратите внимание на наличие файла IP-Link. Это просто содержимое команды IP-Link. Она меняет адрес. Что важнее, на этом интерфейсе есть подкаталог FV. Да-да-да. Есть подкаталог FV, в котором есть IP-Tables, фильтр и там, значит, что-то такое. Второй интерфейс, который с ЦЦ, с ЦЦ, с ЦЦ, что-то там, да. У него еще больше настройок, потому что там еще OpenVPN. Вот. Но самое главное, что нас интересует, что у него есть тоже подкаталог FV IP-Tables.NAT, и это фактически в нем лежат настройки соответствующих цепочек. Вот, например, давайте посмотрим по строутинг. Вот. И вы увидите, что опять вместо того, чтобы руками выполнять какие-то команды, куски этих команд с заполненными адресами кладутся в специальные места конфигурационных файлов. Фактически яценет – это просто грамотно организованное дерево кусков конфигурационных файлов и shell-скрипты, которые их засасывают и на их основании строят сетевую конфигурацию. В этом смысле он гибче других инструментов по настройке сети, потому что туда можно добавить вообще все, то есть совсем все. Да, то есть любой файл кладешь, значит, этот файл будет являться частью настройки соответствующей службы. Вот. И там есть примеры, ну вот я же говорю, в разделе документации пример только сложный, потому что это реально такая инструмент. Главный недостаток такой подсистемы инициализации сети, равно как и других аналогичных, основанных на shell-скриптах – это их статичность. Предполагается, что вы сервисы запускаете, все эти конфиги зажираются, все сервисы стартуют, все хорошо. Ситуация, когда вы там переподключаетесь с Wi-Fi на Wi-Fi или что-нибудь такое делаете, она таким вот этим инструментом обрабатывается сложнее. Но, повторяю, главная фишка состоит в том, что фактически это не какой-то специальный язык настройки, это просто куски конфигурационных файлов, которые кладутся в нужные места, в нужном сервисе. Вот. Значит, для нас с вами, наверное, самое простое – это работа с нетворк-менеджером. Вот. Напоминаю еще раз, что нетворк-менеджер – это такая служба. А вот эта вот штука, называемая нетворк-менеджер-аплет, она с этой службой разговаривает по специальному протоколу, о котором я надеюсь рассказать в следующий раз, потому что в этот раз я хотел рассказать, но не успел подготовиться. Вот такие дела. Я там смотрю, уже разговор идет не о том, что я рассказываю. Видимо, это не очень интересно в такой форме. Я понял запрос на ССХ, в следующий раз расскажу про ССХ немножко. Вот. Значит, тогда, видимо, все. Вот. Главное, что я хотел за сегодня донести – это как настраивать какие-то куски, какие-то части сети, чтобы они работали, я донес. Вот. На этом спасибо за внимание. Вот. Постараюсь не забыть в следующий раз рассказать про ССХ. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.